МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я знаю, почему ты каждый раз пытаешься мне мешать на кухне, потому что ты хочешь нагнать на себя аппетит, чтобы позавтракать со вкусом. Неправда. Чай, ну, немножко остыл, но... Остыл уже? Когда же ты встал? Нет, смотри, еще горяченький. А когда ты встал, скажи? Нет, дело-то не в том, когда я встал, а в том, что когда я начинаю чувствовать, что ты начнешь мне мешать, уже скоро придешь на кухню. Вот в чем дело. Тебя это радует? Что ты снаезжаешь на меня вообще с утра пора? Мне всегда приятно. Если можно, в следующий раз сахар положи туда. Хорошо. Я как-то просто весь уже... Я люблю чай с сахаром. Я понял, понял. Я тебе сделаю сегодня сладко, не переживай. И тебе даже сегодня еще понравится чай без сахара, ты еще будешь спросить у меня именно без сахара. Вот я тебе уверяю. А почему ты делаешь чай без сахара, вот я хотела узнать? У тебя кто-то из твоих дам предыдущих чай без сахара пил? Нет, с чего ты взяла сразу дам без сахара? Ну а что может прийти девушке в голову сразу же? С утра. Ну с утра. Ну не с утра, нет. Я об этом думала раньше, честно тебе скажу. Конечно, когда я тебя сегодня ночью назвал другим именем, то это и придет в голову, собственно. Ладно, ладно. Если бы ты меня называл другим именем... То что? То все. Ну что ж. Нет, давай поговорим об этом. Нет. Давай поговорим об этом. Нет, я кушать хочу. А, вот так вот. Вот сейчас ты начинаешь до меня какие-то глупости говорить, а потом выяснешь... А ты завелся, ты завелся. Я завелся, да, потому что сразу... А что мы сегодня будем есть? Мы будем есть вот эту шайбу. Эту белую шайбу. Романтично. А это плесень вообще? А как ты догадалась, что это плесень? Потому что женщины иногда проницательны. Нет, а вот... Ну... Ну что, ну? Это плесень, потому что это сыр. Ага, это сыр с плесенью более того. Это сыр с плесенью. Кстати, ты знаешь, когда мне подарили Томаса, вот мы тоже ели сыр с плесенью и пили вино, вот я помню. А, то есть это, я так понимаю, тонкий ответ на чай без сахара, когда мне подарили Томаса. Несмотря как... Мы с ним пили вино. Я не сказала с ним. С Томасом, да? Да? Думай как хочешь. Нет, ну так ты... В отличие от мужчин, мне кажется, женщины очень аккуратно ведут себя в этом вопросе. Да, ты сейчас так аккуратно намекнула мне, что мы вот с тем объектом, который подарил мне Томаса... Я ничего про объект не говорила. Ничего не говорила. Я хотела намекнуть, что мне знаком сыр с плесенью. Я очень, очень, очень жду, что же ты мне приготовишь. Один-один. Один-один? Один-один. Хорошо. Это не блюдо так называется, а просто один-один. А, а блюдо как тогда? Я тебя с сахаром, а ты меня с вином и с этим сыром и с Томасом, своим любимым. Как я его ненавижу, господи бог. Так, Томас, не слушай этого человека. И нож взял. Это я не Томаса буду резать, я пока еще воздержусь. Ой, какой красивый. Я его когда-нибудь приготовлю с розмарином твоего Томаса, томатным соусом. А ты ревнуешь, а ты ревнуешь. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, как прекрасно. Тебе сначала понравится твой Томас, твой старый Томас. Не такой и старый. Это хороший созревший камамбер. Так. Видишь, какая у него мякоть. Тебе ведь, когда вы пили вино, по случаю приобретения Томаса, никто не рассказал наверняка, что такое камамбер. Слушай, ну как можно приобрести живое такое чудесное существо? Это подарок. И давай вообще все уже. А, тебе его еще подарили. Подарили. Ты его, наверное, любишь, потому что тебе его подарили, и ты никак не можешь забыть этого дарителя. Нет, потому что это прекрасный кот. Знаешь, я сейчас похож на Отелло, потому что я в черном. А, это у тебя от Отелло, да? Как бы тебе не пришлось без демон и сейчас роль сыграть. Нет, я не хочу. После завтрака. Я все, 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 все. Все, после завтрака. Я добрый повар. А ты сказал после завтрака. Я добрый повар. Я сначала накормлю. Да, давай завтрак. А потом уже растерзаю. А, ой, ой, ой. Я тебе сейчас сделаю вкусно, несмотря на твоего Томаса. А что? Я не могу уже просто уйти от этой мысли, что тебе подарили Томаса, и ты сейчас будешь вспоминать, кто тебе его дарил. Ладно, я попробую. Я попробую уйти в работу. Слушай, ну неужели на вас, на мужиков, вот какие-то такие совершенно фантастические намеки, буквально фантастические, они вот так вот действуют? А, какие вы все ревнивцы. Ну, мужчины все мнительные и ревнивые, да, и трусы. Ну, неужели ты не понимаешь, что ты лучше всех, раз ты здесь сейчас? А даже не Томас вот тут. Наверное. Вот я же не застряюсь так на том, кто это, почему без сахара. Я так спросила в проброс. Смотри, как я хорошо режу сыр. Ты прекрасно, прекрасно режешь сыр. Настроения у меня уже все равно нет. Да ладно. Подними мне настроение. Подниму. Ну, я скажу, что ты лучше всех режешь сыр. Спасибо тебе, добрая женщина. Так, ладно. Так. Не будем о грустном. Да, ты соберись, Илюш. Сейчас я попробую, значит, сконцентрироваться. Что же я хотел с этим сыром-то делать? А, я хотел начать даже не с сыр. Ты меня вообще запутала? Я тебя... Я тут тебя... Слушай, как опасно поднимать такие темы, действительно. Больше не буду. А вот ты сейчас мне скажешь. А вот когда мне подарили вот этот вот сотейник, я помню, мы тоже пили вино, только мы ели другой сыр. Я даже не знала, что это сотейник. Он у меня за ковшик. А когда мне подарили... Нет, этот ковшик я купила себе сама. Так, сотейник. Так, да. А я тебе... А ты мне... Эту самую бруснику всю ночь собирал. Всю ночь? Зря. Вот, кстати, это большая мужская ошибка. Собирал тебе бруснику. Не надо уходить по ночам за брусникой. Тоже верно. Угу. Я взял замороженную, конечно, бруснику. Но ты не обижайся, другой нет. Но это лучше, чем какое-то готовое варенье. Потому что я сейчас с него смотрю варенье для тебя, дорогая. Варенье? Да. Так. А на сколько? Я не знаю. Пусть стоит себе. Оно будет потихонечку булькать, булькать. Оно все себя впустит в сок. А ты мне объявишь, как будет называться вот это все? Или я вот так вот буду по ходу проникаться? Это будет называться... Ты знаешь, никак не будет называться. Это будет называться так, как описательно. Описательно будет называться жареный камамбер с вареньем из брусники. Вот так? Да. Тут никакого имени собственного здесь не будет. Потому что твой кот еще не заслужил, чтобы его именем называть блюдом. Понимаешь? Ну, камамбер имени Томаса мог бы быть. Я думаю, как Томаса буду называть камамбер, кстати. Хорошая кликуха. Томаса теперь? Кликуха для кота. Камамбер, иди сюда. А он не пойдет. Зато у тебя есть мука. И меня это очень радует. Хорошо, да, у меня есть мука. Я сама за Митю купила. Видишь, я сейчас сыр немножко в муке. Так сказать, запанирую. И положу его на такую подсобную тарелочку пока. А что, почему? По-моему, ты раздражена немножко своим Томасом. Нет, я не раздражена, я боюсь сболтнуть лишнего. Слушайте, а вы хотите знать, что у женщины у вашей было в прошлом? Это интересно, мужчина? Вот это странно. Я думаю, что каждый мужчина умом-то понимает, что зачем это знать? Зачем об этом спрашивать? Зачем женщину дергать? Зачем дергать ее за все места? И вытягивать из нее информацию о том, кто у нее был. Зачем ее дергать за память? Да, за память. А с другой стороны, вот это какое-то мужское странное любопытство. И потребность смаковать почему-то. Мазохизм? Смаковать, да, вот это вот, какие-то подробности. Потому что мужики бывают, ну расскажи мне, ну вот как вы там... Да ты что? Бывает такое, да. Вот я бы ни за что бы не рассказала тебе. Нет. Ни за что. А я ни за что не спрошу. Даже если ты спросишь, вот расскажи мне. А я ни за что не спрошу. А ты ни за что не спросишь, да. Мужчины все одинаковые. Мужчины все одинаковые. Мужчины все разрешают себе. Ну а если вы все одинаковые, то что ревновать-то? Мужчины разрешают себе какие-то адюльтерчики. Разрешают. И при этом не разрешают это женщинам. Это же правда. Ну это понятно. Это понятно, да, да, да. Ну это соответствует, между прочим, природе мужчины, насколько я знаю, насколько я чувствую по себе, потому что... Это что позволено Юпитером? Понимаешь, мужчина-то по жизни, он же самец. Он же по жизни самец. Он же самец. Он же должен после себя оставить много детей. Он это чувствует где-то вот здесь, да? Если взять животный мир. Это есть такая теория про животный мир. Вот он бегает по лесу и оплодотворяет самок. Понимаешь как? Слушай, а у тебя вот тут закипает уже. Нет, оно просто, ты слышишь звук, да? Вообще, я хочу сказать, что хорошо мы с тобой так спокойненько на эту тему разговариваем. Да, иногда, вот я знаю семьи, где вообще до мортовое доходит. Люди ссорятся, вот серьезно, когда какая-то прошлая жизнь. Знаешь, бегут в альбом, там фотографии рвут, прошлые там какие-то прежних браков. Знаешь, так всю пачку хлобысь. Да, помню, была у меня одна. Порвала мне все фотографии. Порвала тебе? Слава богу, господи, это было до меня. Мне не придется этого делать. Дай-ка мне попробовать. Да еще рано пробовать, здесь нечего абсолютно пробовать еще. Я вот так, не торопясь, смотрю на сыр. Немножко мука сейчас на поверхности будет подсыхать. Понимаешь, в чем дело? Я же жарить его буду. Ты, например, жарила сыр вообще? Нет, я сама нет. Там для того, который тебе Томаса подарил, никогда не жарила сыр? Боже мой, ну вот... Ой, господи, как дорого мы платим за свои какие-то... Ошибки. Ошибки молодости. Не жарила никому камамбер? Нет, никому я не жарила. А сыр? И сыр. А никогда ты не ела, например, я не знаю, жареную сулугуни вот с тем грузином, который вот... С каким? У тебя есть друг, поставщик грузинского вина. Контрабандного. Никогда ты с ним не ела сулугуни жареной? Нет, вот мне нравится, что как пить это вино, так ты, пожалуйста. Ну, так оно же вкусное. Ну, хорошо. Ну, как-то вот я не знаю. Слушай, Леша, а как вот избегать вот каких-то таких прямых тем? Ну да, но мы с тобой не вчера родились. Ты вообще очень давно, я... Познакомились, в смысле? Не вчера. Да. Нет, не вчера. Ну, допустим, хорошо, смотри. Спасибо, что ты напомнил мне, когда я родился. Ты очень давно родился. Ну, для мужчины же это плюс. Не первая свежесть. Слушай, нет. Ну, вот смотри, говорят же, интересное общество состоит, да, из мужчин с прошлым и женщин с будущим. То есть вот я чиста перед тобой. Я вот такая, можно сказать, вот все для меня впервые, да, и никакой у меня какой-то истории, порочащей меня, не было никогда. И в это нужно верить, Илюш. Но ведь ты-то мужчина взрослый, и понятно, что ты, ну, какой-то у тебя... Пожил. Пожил, вот так бы я сказала, да. Пожил. Есть такой анекдот. Кулинарный на эту тему, когда приходит такой откровенный уголовник, уже отсидевший. Но на лице еще следы остались, там, 30 лет в тюрьме. В ресторан приходит и решил чайку попить для начала. И говорит девушке, ну, официант, дай чаю-то мне, принеси мне чаю для начала. А как-то он так был уставший. Она говорит, так, а как вам, какой вам вот такой вот, всякой вот эдакий? Она говорит, да нет, ну, как себе вот, сделай. Ну, а девушка все-таки что-то заподозрила. Она идет какой-то там старшей тетеньке, которая там где-то в кулуарах ресторана. И говорит, слушай, там какой-то такой дядька пришел такой, вот он страшный такой, весь в наколках. И говорит, чтобы я сделал ему чай, значит, как себе. А эта тетенька такая, оп, она говорит, да ты ему завари там, три четверти стакана заварки насыпь, кипятку налей и так отнеси. Ну, такой чефир. Она ему приносит этот чай, он так смакнул, так попробовал, говорит, да, помотала тебя, детка. То есть, то есть. Так. Вот тоже такая чистая официанточка была молодая, а оказывается помотала ее. Вот как звезда пленительного счастья, прямо символ чистоты, понимаешь, она у меня, да? Да. А я, значит, грязный такой вот. Я не сказала. Ну, как ты сказала? Да, я же понимаю. Слушай, ну, кому нужен, вот я хочу тебе сказать, вот, наверное, я первая буду. Кому я нужен? Женщинам. Да женщинам не интересны вот эти юнцы, у которых ни опыта, ничего. Конечно, ты всегда интересна с мужчинами, которые что-то уже умеют, в чем-то уже реализовались. Вот ты же смотри, как прекрасно готовишь. Женщинам не интересно. Ну, разве какой-нибудь юнец смог бы мне вот так завтрак готовить, вот что-то вот такое. Да мог бы, мог бы готовить тебе завтрак. Ты хочешь сказать, что ты это делаешь сегодня? Есть же больные сумасшедшие юнцы, юнцы. А по поводу того, что женщинам не хочется юнца, почитай книжки. Сколько примеров в литературе, когда женщине не хотелось юнца? Знаешь, я пока что хочу исходить из собственного опыта и из собственной жизни. Не хочу читать книжки на эту тему. Книжки я буду читать в старости. Понимаешь? Понимаю. А что ты делаешь все-таки, скажи. Я сейчас делаю... Ну вот а ты считаешь, мужчинам нужно, женщинам рассказывать о своем прошлом? Я сейчас делаю лизон. Лизон. Это имя? Нет, это такая вот... Это такой клей, который наклеивается на продукты какое-то то, что их защищает. Подожди, а лизон ты делаешь из одного яйца и... Яйцо молоко и немножко муки. Яйцо молоко и немножко муки. Слушай, а вот этот мар-лизон у тебя уже тут... Видишь, я здесь воду не добавлял, между прочим. Воду не добавлял. Это вот она сама... Она сама дает сачок такой. Так она же была мороженая, вот она и разморозилась, дала воду, нет? Ну, не без этого, но разве это страшно? Мне так нравится. Что? Что ты вспомнил? Говори. Я не про свое прошлое вспомнил. Я вспомнил, что я не купил панировочные сухари. У тебя нет панировочных сухарей? Так. Знаешь, что такое панировочные сухари? Сухари? Это кип... Ну, как знаю, конечно. Ух, молодец какая. Слушай, а в шкафу нет? Может быть, может быть. Слушай, я проверю, а? Ну, если их нет, я не знаю, я тогда повешусь, потому что, значит... Я не смогу поджарить сыр без сухарей. Илёша, о чем ты думал, когда ты готовился, а? Сделать мне сюрприз. Ну, что, есть? Шоколад вижу. Шоколад всегда должен. Сахар вижу. Соевый соус вижу. Уксус вижу. Так, а что это я вижу? Здесь чьи-то носки. Да не... Ну, что ты врешь? Слушай, есть у тебя сухари. Слушай, вот коварство, а? Воплощение коварства. Ах, не ты. Вдруг действительно носки кто-то у меня забыл там. Неправда. Вот тут я совершенно спокойно. Я ему, понимаешь, говорю, какая я чиста вся такая, вся чистая. И тут мне носки кто-то забыл. Там, где еще продукты у меня лежат. Ну, что бы ты делал? О, я бы был бы мне себя. Ну, я бы тебе завтрак доделал, потому что это святое. Значит, так. Это профессия? Знаешь, за что я тебя люблю? А, вот. Выкрутился. Знаешь, за что я тебя люблю? Ну, за что? Я тебя люблю за то, что у тебя есть перчатки латексные на кухне. Они мне сейчас очень нужны. Я знаю, что они у тебя есть. Можешь взять? Я их даже вижу вот там. А, понятно. Вот, помню, бывало, делаешь что-то такое, нужны тебе перчатки. Ужас какой, я не могу. И нету перчаток. И что? А у тебя есть. А у меня есть панировочные сухари, у меня есть перчатки, у меня есть вот такой вот прекрасный ковшик, у меня есть кот Томас, между прочим. Ну, чтобы тебя взбодрить. В момент приобретения которого я пила красное вино. Память-то неплохая. В момент, так сказать, получения которого. Вот. Слушай, ну и что, долго это варенье? Варенье варится, как я знаю из опыта, часа три, наверное, да? Нет, оно уже готово. Когда я буду кушать, Илюш? Подожди, ты такую интересную тему завела? Слушай, тема возникла случайно, совершенно, с просонью буквально. Смотри. Смотрю. Я должен сначала только, значит, алгоритм выставить. Давай. Я должен, значит, сейчас выставить такую линейку. Так, чай мой. Значит, смотри, вот так, вот так. Это важно? И вот так. То есть первое. Или вот так. Нет, не так. Или вот так. Я сейчас буду тебя пробовать надурить, тебя, как, знаешь, наперточник. Наоборот. Вот я бы сделала вот это, потому что ты макаешь сюда, потом сюда, потом в сковородку, правильно? А, ты поняла хоть моих мыслей? Да. Ну, вот правильно. Вот ты имею в виду, мы женщины иногда понимаем ход ваших мыслей. Не, ну, только вы женщины умеете готовить. Мы женщины? Да. За что я вас, собственно, и люблю, всех причем. Знаешь, что я сюда, вот я... А ты заметил, что я тебе помогаю варить варенье? Умничка. Хочешь, я тебе еще расскажу, какой я умный парень? Хочу. Почему я лучше всех? Хочешь? Ты считаешь, что я в этом еще сомневаюсь? Нет, ну, просто лишний раз, почему бы тебя об этом не напомнить? Это правда. И не подтвердить тебе? Слушай, как вы мужчины любите, чтобы вас хвалили, чтобы говорили, что вы самые лучшие? А какой дурак этого не любит? Вот ты бы спросил, а вот вы, женщины... А вы, женщины, любите, когда вас хвалят и говорят, что вы самые лучшие? Нет, мы не любим... Когда самое лучшее, я не люблю. Знаешь, почему? Потому что врешь. Нет. Ну, потому что, если мужчина тебе врет. Нет, потому что, во-первых, я и так это знаю. Во-вторых, если ты говоришь самое лучшее, значит, есть какие-то другие. Не такие лучшие, но есть. А женщине надо говорить, что она единственная. А вот женщины порой этого не понимают, что когда... Хочется быть единственной. Действительно, ты... Допустим, вот мы сегодня об этом с тобой говорили, что, допустим, у меня было какое-то прошлое. Ну, какое-то было. Знаешь ты о нем, не знаешь, но ведь это хорошо. Для того, чтобы оценить тебя, я должен иметь опыт, я должен понимать, что ты лучше. А потом следующее будет лучше тебя. А опять будет следующее лучше тебя. Так, 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 так. Лизон. Так, Лизон. Вернемся к Лизону. Знаешь, почему я классный парень? Теперь уже не очень понимаю почему. Я тебе сейчас расскажу. Ну, расскажи. Потому что... У нас не сварилось варенье? Я Лизон делаю правильно. Лизон он? Да, Лизон. С мягким знаком? Да. Ай, стой, ложка. Я помню, с Лизоном была такая смешная история, повеселю тебя немножко. Когда-то в Петербург должна была приехать английская королева, и это было большое событие в жизни, потому что английский монарх никогда не был после революции, еще на территории Советского Союза вообще. И ясно, что всякие там журналы и газеты стали немножко про Англию писать, предварительно, ну, чтобы, знаешь, так сказать, уже знали, что переедет королева, и вот они решили... Чтобы пафосу нагнуть. Журналисты, да, нагнать пафосу, рассказать немножко про Англию, там, нам, дуракам. И вот одна журналистика решила написать про английскую кухню, чтобы, опять же, так сказать, было как-то вот... И она обратилась к тебе, да? Нет, вот дура не обратилась ко мне. А так бы у вас был роман. Она написала статью, и была, помню, в те времена, да, это было давно, но в те времена цветные газеты, это была еще редко, как большая. А это была уже одна из первых цветных газет здесь. И вот, значит, на последней странице, на всю полосу, статья про английскую кухню, написанная девочкой, которая, насколько я понял из повествования, в Англии была один раз в жизни и была буквально два дня. Она посчитала, что она вправе писать про английскую кухню. Помимо всей огромного количества фактических ошибок, неточностей, какого-то бреда, она написала так. Она писала про фишн-чипс, то есть это классическое английское блюдо, жареная картошка с обжаренной рыбой. Она писала так, что... Даже лиезон такие. Да. И смотрю, тебя волнует эта тема, ты даже про лиезон забыла. И когда она, значит, писала про рыбу... А как ее звали? Я не помню. А-а-а. Нет, нет, у нас ничего не было. И она написала, что, значит, прежде чем жарить рыбу, нужно ее запонимать в муке, потом погрузить в лосьон, а потом запонимать в сухарях. Вот тоже, что делаем. Она написала не лиезон, а лосьон, потому что женщине это ближе. Что женщине ближе? Ну, слово лосьон. Она его чаще употребляет? Да. Лосьон. Мне было очень смешно, что вот так вот... Лосьон. Рыба в лосьоне. Вот у нас такие... Красивые. Подожди, а разве в английской кухне есть льезон? Конечно, есть, потому что, ну, это слово французское. Это через ла-манш они его получат? Нет, слово французское, но дело в том, что французы же родоначальники, вообще, так сказать, кулинарной науки, и в разных языках много очень... Внутри каждого языка есть какие-то свои французские термины в кулинарном языке, я имею в виду, так что это абсолютно нормально. Ты же знаешь слово жульен? Конечно. Знаю, это вот то, что у нас делают там из грибов, сметану, там запекают под сыром. А жульен, это же французское слово. А компот, ну, ты думаешь, какое слово? Компот? Французское слово. А котлета? Ну, немножко английского, там немножко французского есть. Очень много французских слов. Омлет, чисто французское слово, между прочим. А пудинг английский? Бульон, французское слово, между прочим. Но пудинг-то английский? Ну, пудинг английский, да, но это очень просто узкая такая штука, пудинг. В Англии, между прочим, в ресторанных меню, когда раздел десертов начинается, там пишут пудинг, а потом уже идет раздел десертов. Ну, мало ли, в Лондон тебя свозит кто-нибудь. Кто-то дарит котов, кто-то в качестве подарков вводит в Англию. А кто-то завтраки готовит. Кто-то готовит завтраки пока, да. Нет, я на самом деле вменяемый парень, я просто тебе рисую сейчас образ настоящего мужчины на кухне. Я-то иронизирую, как ты думаешь. Мне кажется, ты у меня настоящий. Ну, так да, я тебе рисую просто образ. Я молодая еще, мне может быть только кажется. А ты стереотипы мне, да, какие-то показываешь? Слышь, тебе масла нужно больше? Масла нужно будет, да. А, знаешь, какая я молодец. Вот умница какая. Да, да. Ему ты тоже вот так носила масло. Ого, Господи, Боже мой. Это опять стереотип. Да? Не нравится. Слушай, а как избежать вот этих стереотипов, чтобы вот никто вот так вот уже... А ты знаешь, что... Как вот это остановить в мужчине, а? Я же не психолог. Если бы по мне, если бы я вот так сейчас ругался на тебя, вот так вспоминал бы тебе этого кота. Как тебя остановить уже, да. Я бы на твоем месте, я бы, может быть, на твоем месте не обращал бы вообще на это внимание. Как будто бы я ничего не говорю. И, может быть, я бы просто как человек вот такого склада, я бы, может быть, успокоился бы и не заводился бы дальше. Но Томас пусть живет, да? Томас пусть живет. Так, что такое? Вон там есть у меня бумажное полотенце. Бумажное полотенце. Да было и такое, я тебе подготовила, но куда-то его, может быть, Томас задевал, не знаю, полотенчиком иногда играет. Какой ты молодец, а? Ну, какой ты молодец. Плита, плита это кормилица, повара. Плита кормилица, поэтому надо плиту, конечно, убирать. Ну, жарить давай. Ну, собственно, подожди, я должен настроиться. Знаешь, как ответственно жарить камамбер? А, вот так. Понимаешь, в чем опасность здесь? Вот скажи, вот я хотела спросить. Ну, так-то в чем опасность? А он же такой вот очень жидкий, он же может расплавиться от температуры, нет? Он потечет, да, он же будет течь, понимаешь? Здесь-то весь кайф в том, что сейчас должна образовываться корочка, но она будет нагреваться, и внутри камамбер будет текучим. То есть мы будем его с тобой разрезать, когда из него будет вытекать такая нежнейшая, вкуснейшая мякоть. Я хочу, хочу, хочу. Когда она будет встречаться вот с этой штукой. Вот с этой моей штукой. Это будет... Если я ее не съем до того, потому что очень долго как-то собираешься. Это будет невероятное штук, понимаешь? Ай, какой кайф, слушай, вкусно. Поэтому вот очень важно камамбер, когда мы его запанировали, подержать немножко, чтобы панировка подсохла. Чтобы она подсохла. Вот почему ты томишь меня. И чтобы не было угрозы того, что содержимое вытечет через панировку. Прямо на сковородку. Потому что это же защита такая. Много масла? Масла много, потому что мне надо процесс, чтобы шел достаточно быстро и эффективно. А, то есть это как фритюр? О! Ну, это не фритюр, ну, милый человек. А ты что, руками будешь, а лопаточку хочешь? Нет, я выкладываю руками. А потом? А потом я буду вилкой. А, вилкой, давай вилкой. Я люблю вилкой переворачивать. Ну что, давай по четыре. Давай по четыре, на вилкой. Ну, все уже сделаем. Потому что сыр в панировке вот так можно хранить несколько дней в холодильнике. А почему все не положить? Положи все тоже. И сколько? Вот по времени сколько? Да нет, мы, видишь, должны убеждаться, что корочка будет. Здорово. Слушай, ну как быстро, как хорошо. Мне нравится. Так это быстро. Слушай, ну подготовка была долгой. Так надо. Чуть-чуть уменьшу, сейчас нагрев я. Но все равно мы так долго ждали, чтобы он чуть-чуть, вот, как сказать, затвердел. Подсох, чтобы панировка подсохла. Тогда она лучше удерживается, она лучше приклеивается на этот лизон. И нет угрозы, что вытечет. Обветрился, чтобы чуть-чуть, да? Да, вот именно обветрился. Обветрился. Мы считаем это недостатком в обычной жизни. Там мясо обветрилось плохо. Что-то еще обветрилось. А вот тут как раз надо. Я поняла. Сейчас у меня будет этот обморок голодный. Видишь, как у меня стоит? Вижу. Камамбер хорошо. Прекрасно камамбер стоит у тебя, да. Все, вынимаем. Слушай, какой быстрый процесс вот это должен быть. Давай я тебе помогу, хочешь? Да я сам, тут надо пальцем придерживать. Илюшенька, какой ты молодец. Слушай, ты лучший, жарщик камамбера в мире. Ну вот. Так, ну что? Тарелочки. Все, теперь очень быстро. Я сейчас его аккуратно. Руками. Давай. Так. Теперь сюда. Все, варенье пошло. А, где варенье пошло? Пошло в смысле в тарелку. Можно? Или ты будешь? Ну, накладывай варенье. Можно я? Ну, давай ты. А как, его надо сверху лечь? Нет, нет, вот здесь, вот на эту, на свободную область. Хорошо, я постараюсь. На свободную поляну. Мне скажешь, что я все неправильно сделала. Можешь больше класть варенье, потому что его очень хорошо все нормальные люди едят. К которым мы с тобой, безусловно, относимся. Вот я это так подниму. Да, да, да. Прекрасное варенье. Варенье всегда очень хорошо аккумулирует тепло. Подожди, я должна это облизать. Ну, давай я отнесу. Давай. Сегодня я дежурный. Я сегодня дежурный. А ты взял приборы? Приборы я взял. Отлично. Лечи твои приборы. Это не мои приборы, это столовые приборы. Столовые приборы. Так. Ну, смотри. Сейчас я тебе дам попробовать. Я уже боюсь, ты так меня ножом. Сейчас я тебе, я просто думаю. А ты не думай уже, ты уже давай попробовать. Посмотри, как он течет. Ты видишь? Да, я вижу. Видишь, как он течет. Посмотри, как он. О, 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 потек, потек. Видишь, как он вытекает? Да, красиво, красиво. Но очень хочется попробовать. Сейчас мы встретимся с тобой. Посмотри. Течет просто как майонезик. Как же это я все... Закрывай глаза, глаза закрывай. Вот так. Теперь я хочу попробовать сам. Ой, боже мой. Я тебе все прощаю. И всех прощаю. И всю твою прошлую жизнь. Просто... Правда, это лучше, чем сепс? Вот все... Люся. Нет, дорогой. Камамбер, это очень хорошо.